МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на телеканале Видное ТВ проведу я, Татьяна Брылова. Здравствуйте. И вначале коротко о некоторых темах выпуска. Новый офис центра «Мои документы» открылся в микрорайоне Бутово-парк. Маршрутки автобусы далеко, неудобно еще добираться. А тут подошел, и все. Главная улица в деревне Петрушино отремонтирована досрочно. Сейчас мы получили новую красивую дорогу, которая, надеемся, прослужит долго. В первенстве города Видное среди дошкольных учреждений приняли участие 14 детских садов. Ажиотаж очень большой. Некоторые сады готовятся сразу после чемпионата. Жителям микрорайона Бутово-парк теперь не нужно ездить в МФЦ Ленинского района в город Видное. Теперь они могут получать государственные и муниципальные услуги в центре, который находится ближе к дому. На торжественном открытии нового офиса центра госуслуг «Мои документы» в сельском поселении Булатниковское побывал наш корреспондент Дмитрий Книга. Здесь, в 22-м доме, открылся офис многофункционального центра Ленинского района. Теперь граждане смогут беспрепятственно получить необходимые им государственные и муниципальные услуги, а также оформить документы, не выезжая за пределы своего поселения. Это экономия времени большая, потому что раньше приходилось ездить в Видное, но это немножко неудобно. Маршрутки, автобусы далеко, неудобно еще добираться. А тут подошел и все. Любые документы, любые записи, в садик, очередь и так далее, все решается через МФЦ. Данный микрорайон насчитывает около 30 тысяч жителей. Открытие офиса МФЦ «Мои документы» стало логическим продолжением работы по упрощению получения населением госуслуг. Под руководством Андрея Юрьевича Воробьева, нашего губернатора, перед нами, перед руководителями территории, стоит очень важная и такая особенная задача, чтобы мы приближали именно власть, приближали документы оборот к нашим жителям. Ленинский район активно развивается. В течение года также планируется открыть дополнительные офисы МФЦ в сельском поселении Молоковское и микрорайоне Купеленка, в других густонаселенных местах муниципалитета. А пока после торжественного открытия директор Центра госуслуг Николай Бондаренко проводит экскурсию в офисе Бутово-парк. По нормативу на дополнительный офис у нас должно быть одна точка доступа к КПГУ. Мы создали четыре точки доступа. Офис оснащен пятью рабочими местами и компьютерами для подключения к порталу госуслуг. В случае необходимости на помощь заявителям всегда придут консультанты. Также здесь соблюдены все требования по безбарьерной среде. Получать услуги могут люди с ограниченными возможностями здоровья. Пешая доступность, большое количество жителей, то есть огромный район. Я думаю, это очень удобно для людей. Они просто приходят быстро и получают то, что им нужно. Несмотря на то, что система получения услуг населением с момента открытия первого МФЦ налажена и находится на высоком уровне, учреждение продолжает развиваться и повышать качество обслуживания. Открытый офис стал уже 124-м в Московской области. Что самое важное, что это не просто удаленные рабочие места, это офис полного цикла обработки документов. Мы и принимаем документы, мы и обрабатываем, сдаем их органам власти, получаем результат услуг и выдаем жителям все здесь в одном месте. Это как раз реализован принцип одного окна. Центр госуслуг «Мои документы» в микрорайоне Бутово-Парк будет обслуживать заявителей с понедельника по субботу с 8 часов утра до 8 часов вечера. Выходной день в воскресенье. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Видное ТВ. Благодаря порталу «Добродел» многие жители Ленинского района смогли решить проблемы благоустройства дворов, качества уборки коммунальщиками домов и так далее. Жители деревни Петрушина давно ждали ремонта главной дороги, тем более что в прошлом году некоторые улицы населенного пункта были приведены в порядок. И, наверное, никто не ожидал, что их просьба будет исполнена в столь короткий срок. Наша съемочная группа побывала в Петрушине за последнюю неделю дважды, увидела ход работ и результат. Легким движением специальной техники снимается старый асфальт. Он еще послужит на благо районных дорог. Асфальт превратят в крошку, которые будут делать отсыпку дорожных дефектов. Новое же покрытие пройдет все необходимые экспертные процедуры. Оно должно прослужить не один год. Для того, чтобы окончательно проверять, что же было сделано, как и соответствует ли нормативам, разыгрываются контракты, отбирается подрядчик, экспертная организация на взятие как раз-таки керна и проб, которые показывают водонасыщение и плотность. Сроки ремонта дороги на главной улице были определены 20-ми числами мая. Но все документационные процедуры завершились быстро, поэтому по поручению главы района Валерия Венцеля решили не ждать и начать пораньше. И вот в Петрушине обновлены 4,5 тысячи квадратных метров дорожного полотна. В этом году будет сделано свыше 111 тысяч квадратных метров дорог. То есть это получается 10 дорог у нас идут по софинансированию с областью. Это 78 тысяч квадратных метров. В городской поселении Видное 6 и Горки 4 дороги. И остальное это за счет средств местного бюджета. Это и сельские поселения Развилково, Молоково, Булатниково. Это вот как раз оставшись на состав порядка 98 тысяч квадратных метров. Новые дороги в Петрушине во многом заслуга местных жителей, которые дружно голосуют на портале Добродел. Они организовали собрание, обсудили и всеобщим решением проголосовали за центральную, первую улицу и параллельную ей улицу Дублер. Сама как бы писала за эту дорогу и просила, потому что в прошлом году нам уже сделали вторую, третью улицу. И мы очень хотели, чтобы именно центральную дорогу, самую проездную в деревне тоже отремонтировали. Поскольку у нас очень много переулков, закоулков, очень большое движение машин, конечно, часто асфальт приходит в негодность. Спасибо, его ремонтируют благовременно. И сейчас мы получили новую красивую дорогу, которая, надеемся, что прослужит долго. Посмотреть обновленную дорогу приехала общественная деятель Елена Андреева. Она отметила, что, участвуя в губернаторских программах, каждый житель региона в силах помочь изменить облик своего города или поселка. Правительство Московской области выделено 61 миллион рублей на асфальтировку ваших дорог. Поэтому остается только пожелать активно участвовать всем остальным городам, районам, городским округам Московской области, участвовать в тех программах, которые созданы правительством Московской области. А мы, жители, с удовольствием будем принимать качество работ, следить за теми работами, которые проводятся. Ну а до 1 июня на портале Добродел можно проголосовать за ремонт дорог на 2020 год. Татьяна Брылова, Константин Брылов, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ. В одном из троллейбусов был обнаружен подозрительный предмет. Версий много, но времени мало на то, чтобы проверить каждый вариант развития событий. По такой легенде в Видновском троллейбусном парке прошли антитеррористические учения. Подробности учебной тревоги у нашего корреспондента Арсения Рогозянского. По плану учений троллейбус прибывает в парк, где проводится предварительный осмотр салона. Прикасаться к найденному предмету ни в коем случае нельзя. Предположений насчет содержимого, казалось бы, обычны. Коробки много, однако времени на раздумья практически нет. Именно для этого и проводятся учения, чтобы довести действия каждого человека, попавшего в экстренную ситуацию, до автоматизма. Администрация Денинского района большое внимание уделяет обеспечению безопасности жителей района, одной составляющей, частью которых является обеспечение транспортной безопасности. Именно поэтому сегодняшнюю тренировку мы провели на базе МОП «Видновский троллейбусный парк». После обнаружения подозрительного предмета диспетчер троллейбусного парка оповещает рабочих о начале эвакуации и вызывает необходимые службы. Сотрудник охраны в салоне троллейбуса обнаружил посторонний подозрительный предмет. Эвакуация персонала должна пройти быстро и без осечек, на счету буквально каждая секунда. Все сотрудники троллейбусного парка покинули территорию достаточно быстро, за 7 минут. А в это время уже прибывают полиция и службы спасения. Дальше все действия по опознанию подозрительного предмета велись следственной группой и кинологом. Экстренные службы прибыли в установленное время, действовали согласно своим алгоритмам. Антитеррористическая комиссия проводит подобные учения каждые три месяца. А проверяемые ею учреждения тренируют действия в экстренных ситуациях раз в месяц. Итоги учебной тревоги комиссия оценила удовлетворительно, а значит бояться нечего. Однако все же пусть подобные случаи остаются исключительно тренировочными. Арсений Рогозянский, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. В нашу рубрику «Мобильный репортер» жители микрорайона Восточная Бутова прислали видеосюжет. В нем они рассказали о том, что консьержам, работающим в их домах, уже несколько месяцев не выплачивается заработная плата. Так, 14 мая состоялось очередное собрание, на котором консьержи выразили свое недовольство сложившейся ситуации. Надо сказать, что это вторая встреча с работодателями. Первая состоялась около месяца назад. Задержки происходят по той простой причине, что управляющая компания задерживает перевод денежных средств от собственников за услугу консьерж подрядной организации. Задолженность была за февраль месяц, сейчас им выдается зарплата. На данный момент задолженности консьержам нет по информации от подрядной организации. Но по заявлению консьержей зарплату так и не выдали. И теперь долг предприятия составляет уже три месяца. В 11-й раз в Видном стартовало первенство по футболу среди воспитанников детских садов. Ребята всегда с нетерпением ждут этого события и заранее готовятся к соревнованиям. Ведь схватки на полях не шуточные. Мальчишки играют по-взрослому. Несмотря на то, что в день проведения первенства с утра моросил дождик, настроение у всех участников спортивного праздника было приподнятым. Подробнее расскажем в нашем сюжете. Первенство города Видное по футболу среди детских садов началось с торжественного построения команд. Юных спортсменов приветствовал директор городского центра спорта Александр Кулачков. Хочу пожелать вам успешной борьбы, честной и победить сильнейшей. В первенстве приняли участие 14 команд. Порядок проведения игр определила жеребьевка. Каждая команда должна сыграть три игры с разными соперниками. В городском первенстве по футболу среди дошкольных учреждений по традиции принимают участие воспитанники подготовительных групп. В прошлом году победителями турнира стала команда из детского сада «Родничок». Кто поднимется на пьедестал почёда в нынешнем году, покажут эти соревнования. Одновременно играли на четырёх полях. Азарта и эмоций хватало везде. Футболисты старались забить мяч в ворота соперника, а взрослые, среди которых мамы, папы, дедушки и бабушки, срывали голоса, поддерживая своих. Ульяна Наумова пришла поболеть за внука Лёшу. Мы-то очень долго тренировались, и он очень любит, и даже многие вещи делал на праздниках, когда все гуляли, он бегал. Ну а папы не просто болели, они старались помочь, пусть не делом, так хоть словом. Многие сами мальчишками гоняли мяч, как, например, Павел Савин, который сегодня пришёл поболеть за команду сына. Честно говоря, у нас не было в детстве таких вот организованных соревнований, поэтому очень приятно, очень здорово. Савин-младший не подвёл отца. В первом же матче забил гол. И, в общем, за свою команду бился отчаянно. Чтобы не подпускать к воротам, чтобы они не забили нам гол. А ты забил? Да. Сколько? Один гол. Один гол? То есть два. Два гола, да? Забился со счёта, в общем. Один там, другой тут. Удивительно, но в некоторых командах были девочки. Кристина Беспалова из детского сада «Ласточка» была единодушно признана мальчишками хорошей футболисткой. Мы сначала думали, что она хорошо играет, а на самом деле она лучше всех играет. Я была на замене сегодня, а теперь я буду играть. Конечно же, все пришли сюда за победы. Тем более, что многие в качестве поощрения ждали не только кубки и грамоты. Мы сегодня готовились очень хорошо. У нас настроение в ООО. Как уже много голов забили? Очень много. Хотите победить, я так понимаю? Да. И получили два мороженого. Ну, конечно же, больше всего за свою команду болеют её наставники. Владимир Ефимович, расскажите, как вы готовились и как сегодня ребята? Оправдали ваши надежды? Да, оправдали. Они стараются, переживают за каждую игру. Ну, готовились серьёзно. Когда начали готовиться? Ну, недели три тому назад. Ажиотаж очень большой. Некоторые сады готовятся сразу после чемпионата. Это, я знаю, Теремо готовится, ещё там пару садов. Некоторые уже зимой начали подготовку. Ну, хотя бы собрали, там где-то потренировались. А весной я вот прохожу мимо случайно сады, смотрю, возле одного уже тренируется, возле второго. Борьба за выход в финал была серьёзная и не по-детски упорная. В результате больше всего голов забили четыре детских сада – «Яблонька», «Улыбка», «Лесная сказка» и «Колобок». Они встретятся в финальной схватке, которая состоится уже на следующей неделе. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. И о погоде на 16 мая. В четверг в течение суток на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Ночью плюс 9,11 градусов, днём до 17 тепла, ветер северный умеренный. И это всё, о чём мы хотели вам рассказать. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова